У нас сегодня восьмая лекция, и наконец-то мы подошли непосредственно к греческой философии. Но чтобы плавно въехать в тему, мы остановились на том, что в Греции случилась полисная революция. Сами по себе полисы определяют по-разному. Например, Аристотель их определял вот так. Точнее, вот такой фразы конкретно у него не было, но если собрать все, что он пишет в этом источнике, который здесь указан, то можно вполне охарактеризовать, что полис – это единство непохожих, единство несходных. Что довольно своеобразно, учитывая, что все прочие города тогдашнего мира, ну все не все, но по крайней мере большинство, как раз представляли собой некоторые единства схожих. То есть это было очень важно, чтобы люди были в рамках одной культуры, чтобы они управлялись в рамках единой системы управления, чтобы существовала некоторая иерархия, которая поддерживает это единство внутри города и так далее. И вообще, как бы, у нас должны работать во всех этих городах соответствующие скрепы. Вот вопрос, как бы, как сделать так, чтобы единственное несхожих работало. И, в общем-то, итог был таков. Основой греческого полиса, с одной стороны, был суд, что, в конечном счете, на протяжении нескольких поколений позволило построить общество, основанное на рациональности. То есть стабилизировало такое общество два аспекта. Во-первых, способ разрешения конфликтов интересов через суд, а там, в конечном счете, выкористолизовалась именно рациональность. И плюс способ, скажем так, сбросить лишний пар в виде... У греков было, по сути, две религии. То есть я указал на орфизм, а из орфизма и из денисийского культа в конечном счете вырос греческий театр. То есть театр был вторым способом сбросить, собственно, накопившееся напряжение и тем самым стабилизировать общество. То есть вот такое своеобразное... То есть, по сути, мы являемся потомками вот такого типа построения государств. То есть у нас тоже есть искусство, которое позволяет нам сбрасывать пар. И, в общем-то, в норме тоже есть, скажем так, некоторые способы разрешения конфликтов интересов каким... достаточно формальным путем. Вот. То есть, как вот здесь вот написано, значит, видим, что общество у нас построено. Значит, в присутствующем в зале непонятно, что я руку так держу. На самом деле, как бы я показываю вот на презентацию. Вот. Она полупрозрачная. Ребятам как бы из меня это видно. Значит, тут приходится как бы делать такие непонятные телодвижения. Значит, общество построено, наверное, на рациональности. Вот. Причем, поскольку несколько мнений борются в суде, то допускается ситуация иного мнения, которое можно защитить, если особенно руководствоваться некоторыми правилами. Ну, и вот если говорить о правилах, то эти правила, в конечном счете, были сформулированы в виде так называемых законов-кодексов, точнее, извините, законов-принципов, что сильно отличается от тех законов-кодексов, которые мы видим на Востоке. То есть, ну, и вот последнее, как бы, что я хотел бы показать из прошлого нашего занятия, это вот эта завершающая картинка. То есть, судебная практика привела к тому, что, во-первых, греки привыкли к ситуации, что греческим обществом управляет некая процедура, основанная на законных принципах, на Конституции. А Конституция само по себе – это достаточно компактное выражение, сказать, некоторых достаточно позитивно сформулированных принципов. То есть, я вам приводил в качестве примера, например, принцип «такой грек по природе своей человек свободный». То есть, заметьте, как бы, это сильно отличается от кодексов, там, какого-нибудь хаммурапи, где формулируется, там, ну, тот или иной, как бы, перечень запретов. Вот, то есть, нельзя делать то, нельзя делать все, нельзя делать это, и так, как бы, 200 с лишним пунктов. Это еще у хаммурапи. Потом эти кодексы разрастались, вот, и превратились в такие достаточно массивные библиотеки вот таких вот запретов, за нарушение каждого из которых следовало наказание. То есть, наказание там было тоже прописано в кодексе. Но в Конституции ничего подобного не было. В Конституции формулировался некоторый дух общества, и нужно было доказать, что вот ваш конкретный поступок этому духу соответствует, а поступок вашего врага не соответствует. То есть, вот, соответствие или несоответствие определялось в суде с помощью определенной процедуры. Вот, и в суде у нас и истец, и ответчик выступали лично, что потребовало появление соответствующей системы образования. То есть, откуда взялось греческое образование, откуда взялась, кстати говоря, греческая практически всеобщая грамотность вот, среди политически активного населения. То есть, по-моему, дело, что, допустим, политически неактивные, собственно, жители полиса, то есть, я не говорю граждане, а именно жители полиса, у них не было особой нужды, собственно, быть людьми образованными и постигать основы риторики. Ну, в общем, тем не менее, для политически активных людей, которые могут участвовать в судах, такое образование требовалось. Соответственно, в ответ на этот запрос появилась особая прослойка частных учителей, софистов, которые учили основам риторики. То есть, риторика – это была сложная наука, то есть, вообще, ну, не наука, а деятельность. То есть, скажем так, основы вот таких вот, знаете, доказательств, опирающихся на рациональность – это была только часть процесса. То есть, там можно было манипулировать общественным мнением, можно было разжалобить слушателей, можно было надавить на слушателей, можно было повести за собой народ, вот, как это делают демагоги. То есть, демагоги – это, в переводе с греческого, дословно, ведущий народ. Вот, в общем, это сложный клубок, из которых рациональность оказалась просто самым мощным инструментом. То есть, против этого лома нет приема, за исключением точно такого же лома. То есть, в итоге, ну, в общем-то, появилась такая практика, как самая мощная и самая сильная практика, не манипуляция именно, так сказать, общественным мнением, не попытка запутать суд, а именно, что называется, логически доказать. Там была еще одна интересная практика. Мы, когда софистами будем заниматься, вот мы это увидим, то есть, софистами будем заниматься ближе к Сократу. В общем, мы увидим, что возникла еще и практика манипуляции путем логических, скажем так, использования логических ошибок того или иного рода. Ну что ж, значит, позвольте мне вот это сказанное обобщить в виде такой схемы. Значит, судебная практика опиралась на, так сказать, вот закон-принцип, и в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации из этих принципов могли, так сказать, буквально дедуцироваться по связкам. Сейчас мы об этих связках тоже поговорим. Ну, несколько забегая вперед, скажу, что эти связки так называемой логической истинности. Значит, какие-то промежуточные выводы или высказывания, так сказать, вот вам это хорошо знакомо, потому что вы со времен школы еще занимаетесь доказательством, поэтому просто важно понять, откуда взялась, вообще говоря, такая практика, откуда взялась такая схема. А схема такая взялась именно из судебных прений. Итак, значит, из вот этих вот утверждений, принципов, аксиом выводились утверждения второго, так сказать, второго порядка. Вот. Иногда выводились утверждения третьего порядка. То есть, обратите внимание, что мы могли привлечь новую аксиому для утверждения, так сказать, доказательства подобных утверждений. Вот. Могли использовать, как вот здесь вот показано, утверждения второго порядка. Вот. И в конечном счете следовало доказательство, так сказать, некоторого вывода, вот, который, который, вообще говоря, сопоставлялся с реальностью. Но об этом чуть дальше. Значит, теперь по поводу, как бы, вот этих вот связок, да, значит, вот этих логических связей. Значит, эти логические связи предполагают операции в соответствии с правилами. Правилами. То есть, существует еще, как бы, некоторый над, так сказать, вот, теоретический комплекс правил логического вывода, который был сформулирован, ну, в общем-то, достаточно рано. Вот. То есть, итог вот этому всему подвел Аристотель. То есть, это середина четвертого столетия. Но, на самом деле, эти правила, они появились минимум на два столетия раньше. Просто Аристотель их окончательно вывел, что называется, на чистую воду в виде конкретных определений. Собственно, с тех пор мы и знаем логические законы аристотельской логики. Но это уже была, так сказать, устойчивая практика, то есть, еще сильно до Аристотеля, которые пользовались именно в судах. Значит, еще, да, значит, вот это тоже стоит заметить. Значит, вот весь этот, скажем так, путь от аксиом до вывода, ну, это, собственно, и есть логическое доказательство. Но здесь еще не хватает еще одного, так сказать, пункта, да. Это то, что нам нужно вот этот вот вывод, который является предложением, утверждением, сопоставить с реальностью. Вот, с одной стороны, ситуация вроде как простая. То есть, на улице сейчас солнечная погода. Это утверждение. Мы можем сопоставить это утверждение путем его проверки. То есть, мы можем выглянуть на улицу и убедиться. Но тут необходима масса всяких разных оговорок. Вот здесь и сейчас, в данном помещении. То есть, не где-нибудь, вот, я не знаю, вот сейчас у нас из разных точек нам подключились ребята. Вот, возможно, что для них утверждение на улице «хорошая погода» не работает, потому что, возможно, там сейчас снег идет или дождь, в общем, буйствует природа. То есть, даже в нашей компании это утверждение требует дополнительных, скажем так, условий, которые нужно оговорить. А на самом деле количество этих условий, оно бесконечно. Поэтому всегда появляется пространство для интерпретаций вот в этой связке между сопоставлением какого-то конкретного утверждения и очень неконкретной ситуации. Вот, сейчас, секундочку, я возьму эту штуку, потому что там есть лазерная указка. То есть, вы понимаете, вот я вот сейчас говорю вот об этой связи, это, собственно, для тех ребят, которые в аудитории, ну и, соответственно, для тех, которые у меня в онлайне, вот речь идет вот об этой связи, которая показывается пунктиром между выводом и ситуацией. Вот эта связь, на самом деле, она очень непростая. И вот в этой связи, которую не получилось перевести на рациональный логический язык, вот в этой связи возможны всевозможные разнообразные интерпретации. То есть, в целом, хорошая логическая схема, но вот все-таки некоторое пространство для, ну, скажем так, искусства здесь присутствует. Ну, как бы то ни было, вот эта схема, она устаканилась. Вот, и греки практически вот, ну, по сути, в массе своей, в особенности ионийцы, они очень хорошо этой схемой пользуются. И мы видим, что вот, ну, то есть ионийцы, это вообще говоря, ну, понимаете, да, то есть это племя, да, то есть ионийские города, это вот, если посмотреть на континентальную Гресу, это Афины, вот, ряд других. Если посмотреть на жителей Малой Азии, да, то это, ну, мы еще будем показывать разные карты, вот я еще покажу, вот это тоже, ну, в значительной степени ионийские города, то есть 12 вот этих вот малазиатских городов, вот этот ионийский союз, о котором сегодня мы будем довольно много говорить, вот, это ионийцы. То есть как раз вот в этих городах вот эта практика была особенно популярной. То есть эти города строились на театральном искусстве и на рациональности. То есть вот это был их способ стабилизации. Вот, но есть все-таки, вот прежде чем мы перейдем окончательно, значит, к философии, есть как бы некоторая промежуточная, так сказать, ступень, да, вот так называемые мудрецы, вот, и о них тоже имеет смысл упомянуть. Но вот последнее, как бы, что я хотел бы сказать при переходе к этим мудрецам, значит, по поводу аксиом. То есть вообще, я говорю, система аксиом должна быть достаточно компактной. Вот, ну, то есть греки стремились к этой лаконичности. Собственно, слово лаконичность тоже греческое, вот, означает область лаконичность. То есть там, где была столица и Спарта. То есть лакидемон, вот, лакония, вот, и, соответственно, слово лаконичность. То есть у них был очень лаконичный образ действий. Это особенно хорошо проявилось, когда, допустим, персы отправили в Спарту сообщение о том, что, мол, они намерены вторгнуться в лакидемон, вот, если их требования не будут выполнены. Вот, и перечисляют разнообразные беды, которые свалятся на голову спартанцам. Там, если мы пересечем, там, Каримский перешейк, вот, и вторгаемся в ваши поля, так сказать, и в ваши цветущие долины, то будет. Ну, и дальше таким цветистым, таким угрожающим языком было перечислено, что конкретно будет сделано. Вот, вот, такое долгое послание, на что было отправлено одно единственное слово в ответ. Если. То есть вот так вот ответили, ну, спартанцы, лакидомоняне. Вот для греков очень характерно, по какой-то причине, вот по какой, я еще не понимаю, вот эта вот любовь к краткости. То есть это именно в греческом духе утверждать, что краткость сестра таланта. Я думаю, что наверняка кто-то вот из греков именно это и сказал. Вот, и вот мудрецы, они как раз характеризовались вот такими очень краткими и очень емкими высказываниями, которые назывались гномы. Гном в единственном числе. Вот, то есть это никаким образом, как бы, с творчеством Толкина не имеет. Вот, ну, вот, я, вообще гномов довольно много. То есть вот есть так называемые семь мудрецов греческих. То есть в эти семь мудрецов входит достаточно большое количество народу. То есть порядка, ну, так, сорока человек, как бы, самое, то есть разные авторы относят к этим семи мудрецам. Вот, ну, в общем-то, со времен Диогена Лаерского, вот, то есть есть такой первый исследователь и историк вот этой вот архаичной еще философской греческой традиции. Вот он выделил некоторые списки, в общем-то, этот список более-менее не устаканился. Любопытно, что вот семь мудрецов – это такая очень устойчивая фраза. Вот, например, в индийской философии мы тоже видим семь мудрецов. Там свой список. Ну, вот, видимо, очень нравится, так сказать, нам само по себе высказывание и даже вот этот образ семи мудрецов. Ну, что можно, как бы, сказать по поводу вот этих самых гномов, этих высказываний? Вот смотрите, насколько они короткие, лаконичные и насколько они емкие. То есть вот вообще большая часть высказываний вот этих вот мудрецов – это, так сказать, этические высказывания. То есть я напомню, что такое этика. Этика – это некоторый философский раздел, который отвечает на вопрос, что человеку делать. Вот, ну, ничего слишком, да? То есть никаких чрезмерностей. Не слишком богатая, не слишком бедная. Не слишком, так сказать, слабая, но и не слишком сильная. То есть вот здесь уже, по сути, как бы сидит вот это вот аристотельское правило золотой середины. Вот его предложил салон. Ну, мне еще пришлось, собственно, как бы вот всерьез подумать над тем, что включить вот в этот короткий список я не могу слишком много вам рассказать. Ну, вот, ну, да, ну слишком мало тоже не могу. Поэтому давайте я вот выведу как бы вот эти вот высказывания, которые поместились у меня на этот слайд, да? То есть вот, смотрите, очень много сентенций у самых разных авторов были по поводу самопознания, самокопания и вообще определения своих возможностей. Вот, то есть что трудно? Познать самого себя. То есть с одной стороны это говорит Фалес, а с другой стороны нечто очень похожее говорит Хилон. То есть познать самого себя. То есть вот это вот, как некоторая крайняя граница мудрости, как некоторая, сказать, вот... То есть вообще понятие философии еще как-то какового не сложилось. Вообще мудрецы есть повсюду, в любых народах. Греческий мудрец лаконичен. Греки запоминают вот эти вот гномы. И некоторые гномы приобретают статус акусм. Вот это священных высказываний. Вот, собственно, здесь две акусмы. Это вот ничего слишком и познаю самого себя. То есть вот эти высказывания были выбиты, собственно, дельфийцами на фронтоне их вот этого дельфийского храма Аполлона, общеизвестного, то есть такая всегреческая святыня. И там вот было... Ну, то есть обычно говорят, что познаю самого себя, там было написано. Но на самом деле было две акусмы, то есть вот ничего слишком, которые приписывают салону. И познаю самого себя. Вот. Ну, вот... Трудно. Да, это трудно. Вот. Нежелание возможного. Вообще, нежелать невозможного тоже трудно. Тут некоторые фразы, они требуют, на самом деле, комментарии. Да, вот, допустим, вот, Биан, да? Начинать не спеши, начатое завершай. То есть это, по сути, означает, как бы, что хорошенько подумай, прежде чем начать. И уж, коль ты приступил, то вот... Будь тверд в своем намерении, начатое дело завершись. Ну, в общем, это, на самом деле, такая, практически такая полубытовая мудрость. У них есть и чисто бытовые высказывания. Ну, например, по-моему, это сказал Периандр. Вот. Выбирай себе жену из тех, кто ровнее тебе. Иначе ты получишь не родственников, а тиранов над собой. Ну, то есть, хорошая, в общем-то, на самом деле, рекомендация. То есть, там на самом деле много хороших рекомендаций. Вообще, вот этих вот гномов, их осталось много довольно, там, порядка сотни. И, в общем-то, я вполне мог бы вам рекомендовать эти гномы, собственно, прочитать, потому что, ну, они являются такими полезными руководствами их действия. Вот. Некоторые гномы, я вот сюда включил, так сказать, исключительно по приколу. Например, вот утверждение, как бы, Периандра «Демократия лучше тирании». Вот. Оно очень смешное, потому что Периандр был таким тираном, которых, как бы, мало, так сказать, вот. Ну, то есть, с одной стороны, он был человеком мудрым, с другой стороны, правил коринфам настолько жестко, вот, что, ну, то есть, это, конечно, был не драконт, вот. Но драконт не был тираном, он был законодателем. Но все равно, скажем так, тирания Периандра, она была такая... То есть, с одной стороны, коринф, он развивался очень быстро и успешно, а с другой стороны, жилось там, вот, под пятой, собственно, как бы, вот этой тирании не очень весело. Вообще, можно понимать, что тиран – это отнюдь не, так сказать, вот тот термин, который сейчас имеет такую резко отрицательную коннотацию в нашей культуре. То есть, греческий тиран – это всего лишь правитель, который занял трон, ну, в общем, по сути, как бы, самовольно, ни у кого не спрашивая. И большинство тиранов были борцами с аристократической партией. Аристократы, они сами представляли собой, как бы, такие, знаете, тиранов, которые действовали сообща. То есть, они представляли собой такие олигархические группировки. И вот, соединившись вместе, эти олигархические группировки, они, на самом деле, вот, своими врагами, как бы, в качестве своих врагов определяли, ну, демос, по сути, как бы, вот. Причем, в некоторых городах олигархи были настолько откровенны, что говорили, как бы, что, вот, между нами пропасть, вот, мы смертельные враги, и друзьями не станем никогда. То есть, уничтожая демос, как только возможно. Ну, то есть, вот, вплоть до такого. Тираны очень часто занимали продемократическую позицию, но все-таки это были самовольными властителями. Вот, собственно, сам Переандр, он говорил, то есть, когда его спросили, не хочешь ли ты вернуть власть, уважаемый? Вот, он говорил, я-то верну власть, но вы же меня тотчас же убьете. Поэтому мне опасно оставаться у власти, и вместе с тем мне опасно эту власть отдавать. Поэтому я, как самое безопасное для себя, выбираю все-таки власть держать, но править все-таки мудро. И, в общем-то, большинству жителей Каринфа, несмотря на такую жесткую, так сказать, руку, жилось неплохо, потому что Каринф за время правления Переандра вырос в такой, ну, локальную державу, вот, очень был сильно усилен флот, там, ну и так далее. То есть, как бы, много было всего хорошего вроде как сделано. Ну, то есть, нельзя сказать об этом человеке, так сказать, однозначно в черных тонах или в однозначно белых тонах. Но утверждение «демократия лучше тирании», конечно, на этом фоне звучит очень забавно. Ну, это очень интересное утверждение, потому что, смотрите, ничего подобного в Персии вообще не прозвучать, прозвучать не могло. Потому что, ну, даже не ставился вопрос, существуют ли боги или нет. То есть, они верили в существование богов, безусловно. То есть, это было общество, проникнутое религиозностью, то есть, вот, персидское и вообще восточное. И религиозность была способом стабилизации общества. А вот у греков были другие основы. То есть, боги в них были, но это были странные боги. То есть, боги-олимпийцы, вот, о них неоднократно высказывались в самом таком неуважительном ключе. То есть, например, Ксенофан, то есть, вот, был такой элейский философ, он говорил, что, так сказать, наши боги не боги, скорее, а демоны. И, в общем-то, верить в таких богов, по сути, святотатство. Бог, он отнюдь не таков. То есть, наш бог на самом деле не демон. То есть, вообще говоря, за такие вещи даже в греческих городах поголовки могли не погладить, но там, по крайней мере, ставились такие вопросы. А у персов таких вопросов даже не могло быть поставлено. То есть, ясное дело, что боги есть. Другое дело, что в разных городах возможны разные боги. То есть, у богов есть территории. То есть, вот этот политеизм, он был достаточно толерантен. Но, тем не менее, ощущение полной безбожности было немыслимым. А у греков оно уже было мыслимым. Поэтому возникает вот эта фраза, а бога говори, ну, что они все-таки существуют. Это спокойнее жить тебе будет. То есть, никто не обвиняет тебя в святотатстве. Вообще, греческих философов часто обвиняли в святотатстве. То есть, мы увидим подобный сюжет у Анаксагора, у того же Сократа, у Платона. То есть, в святотатстве, у Демокрита, в святотатстве постоянно философов обвиняли. И часто это приводило к самым печальным последствиям. То есть, взять, допустим, Анаксагора. То есть, вроде как Афина, город такой демократичный, в общем-то, гордившийся тем, что они... То есть, тогда не было понятия гуманизма, но, в общем-то, нечто похожее уже было. И вот Анаксагору грозила смерть. Если бы не заступничество Перикла, ну, собственно, был бы не только Сократ в Афинах в качестве такой священной жертвы философии, но еще и Анаксагор. А так Анаксагору просто... Ну, его изгнали из Афины. Собственно, и все. Не стали убивать. Но это, опять же, благодаря заступничеству Перикла, и не более того. Ну, как бы то ни было, вот эти гномы, это... То есть, здесь уже видим, как бы, некоторый такой, знаете, философский бэкграунд в том смысле, вот в прямом, что называется, вот что такое слово философия? Это любовь к мудрости. То есть, мы видим, как бы, что вот у этих мудрецов уже она присутствует. Вот. Ну, и осталось вот на это все уже наложить некоторое рациональное начало. Причем здесь уже присутствуют люди, у которых такое рациональное начало, безусловно, было. Например, Салон, например, Фалес. Вот Фалес вообще считается, собственно, вот некоторой пограничной фигурой между вот мудрецами, вот этими архаичными, и вот уже, так сказать, такими ранними философами. То есть, кто-то говорит, что это... Ну, то есть, все его признают одним из семи мудрецов, но вместе с тем говорят, что это уже первый философ. Вот. Ну, и прежде чем мы окончательно перейдем к этому делу, позвольте вам нарисовать вот такую схемку. Значит, в этой схеме, она будет в таких двух измерениях. То есть, понятное дело, что должна быть временная шкала. То есть, вот она у меня изображена. То есть, с VI по III век. То есть, век активного существования греческой философии. Но я решил в этой шкале добавить еще такое, знаете, второе измерение, чтобы показать, то есть, вот, близость тех или иных школ скорее к этической стороне вопроса или скорее к такой, знаете, метафизической природной стороне вопроса. То есть, в какую сторону у нас вот та или иная традиция, та или иная философская школа тяготеет. То есть, либо в сторону, вот тут написано человек, либо в сторону природы. Ну, на самом деле, как бы, это не чисто природа человека. Тут еще и такие, знаете, метафизические позиции. Тут, вообще говоря, должен быть достаточно многомерный базис. Но я оставил всего лишь два измерения. Вот, это упрощение. Да. Выключить свет. Можно, я думаю, выключить его не полностью. Например, можно выключить вот этот вот сегмент. Надо было заранее это сделать. Ну, давайте попробуем. Вот давайте так, наверное, сделаем. Да, пожалуйста. Да, я понимаю, конечно, действительно тяжело там рассмотреть что-либо. Вот, ну, я думаю, понятно. То есть, вот, как бы, вот, условно природа – это такая, с одной стороны, метафизическая, а с другой стороны, физическая, как бы, такая вот, так сказать, тенденция, да. С другой стороны, вот это такая общественная тенденция. Ну, давайте посмотрим, как бы, как они у нас распределялись. Ну, во-первых, значит, софисты и анисы. Ну, софисты – это, вообще говоря, у них работа была отнюдь не философами быть, да. Работа у них была, так сказать, уметь, учить тому, чтобы люди могли себя защищать в суде. Ну, теми не среди софистов случались философствующие, скажем так, учителя. Вот имена, ну, имена многих из них, в общем-то, скажем так, благодарные потомки сохранили. Вот, мы кое-какие из этих имен, так сказать, рассмотрим. Значит, дальше. Здесь присутствуют и анийцы. Значит, и анийцы, вот, ну, я думаю, всем более-менее видно. Значит, это уже вот те самые люди, о которых мы будем говорить сегодня. Сегодня, собственно, эту тему мы и закончим. Это очень ранние философы. К сожалению, от них мало что дошло. То есть, да, безусловно, это была ранняя философия. Вот, было не совсем понятно, писали ли они что-нибудь. Вот, большинство их сочинений носило стихотворную форму. Чуть позже я скажу, почему. Но, в целом, они тяготели, скажем так, к исследованию того, что есть. То есть, у них была онтологическая направленность. Вот, то есть, главная часть их философии, безусловно, была онтологическая. То есть, онтологический вопрос, это ответ на вопрос, что есть. Вот, и из чего все создано, по сути, да. Вот, что является первоначалом. Значит, дальше. Пифагорейцы. То есть, вот, появившись в, так сказать, в VI веке, пифагорейцы существовали весь V век. И, по сути, ну, скажем так, пифагорейцы, мы сегодня тоже о них будем говорить, они явились такой модификацией орфейской церкви. Ну, это уже было, конечно, другой орфизм. Совершенно иного рода. Ну, в общем, сегодня будем о них говорить, поэтому они интересовались самым широким спектром вопросов, поэтому я поместил их примерно посерединке. Значит, дальше. Илиаты. Значит, тоже очень замечательная школа, которой мы будем заниматься уже на следующей лекции. Это создатели, по сути, полноценной метафизики. То есть мы видим у них уже обилие метафизических понятий. И Парменит, основатель школы илиатов, многими философами нынче признается как одна из ключевейших фигур в философии вообще. Потому что, ну, действительно, как бы очень многое идет с него. Значит, дальше. Физики. Это некоторый ответ на, скажем так, метафизические и физические вопросы, которые были поставлены в школе илиатов. Вообще, итог, скажем так, функционирования школы илиатов, он негативный. Довольно много таких, ну, вроде как, ясно осознаваемых вещей илиатами было отвергнуто. Но, с другой стороны, эти вопросы были очень яркими, очень душераздирающими, я бы даже сказал. Вот, и поэтому илиаты зажгли всех. То есть, сразу появились физики, появился демокрит в качестве реакции на илиатов, ну, и, соответственно, атомисты, да. Ну, и, разумеется, по сути, как бы, вот, знаете, вот илиаты явились фитилем к старту классической философии. Ну, и под классической философией мы понимаем, конечно же, Платона, вот, Аристотеля, ну, и, в общем-то, по сути, после этого произошло перерождение философии в нечто иное. То есть, эти люди создали полноценные философские системы. Ну, впрочем, демокрит, вот, он вполне достоин того, чтобы его называть тоже классиком, равным Платону и Аристотелю, но беда в том, что от демокрита практически ничто до нас не дошло. То есть, вот, очень интересно, на самом деле, было бы увидеть его сочинение, но сочинений нет. Все ушло в лету, так сказать, вот, за это время. Вот. Ну, а далее следуют такие постклассические школы, которые начинаются вот с кинников, вот, и продолжаются эпикурийцами, скептиками и стойками. То есть, по сути, вот, греческая классическая философия в широком смысле этого слова здесь представлена целиком. Прям совсем классическая в узком смысле это серединка. То есть, демокрит, платон, аристотель. Значит, постклассические школы, вот эти четыре, которые тут тоже изображены. Потом начинается римская философия. То есть, философия права, философия, то есть, они подхватили, как бы, знамя, стойков, то есть, римский стоицизм, он особый. Ну и, конечно же, неоплатонизм, тоже такая римская философия, из которой постепенно начинает формироваться философия такого религиозного толка, которая очень часто выделяет в отдельную ветвь, так сказать, отцов-основателей, собственно, христианства. То есть, это... Да, 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 именно так. Кинники, циники. Вот. Ну, скажем так, почему они получили такое наименование, мы узнаем, когда на них доберемся. Вот. Хорошо. В общем, вот такая вот разметка. Разметка у нас на вот такой вот уже плоскости, да, то есть, очень часто это дело рисуют в виде оси, вот, но я решил изобразить это в виде плоскости. Кстати говоря, многие со мной, так сказать, не согласятся, вот, потому что, ну, из философов, вот, но это нормальное совершенно явление, потому что в нашей профессии абсолютно двух согласных друг с друг другом философов не существует. То есть, в норме все философы должны так или иначе гнуть свою палку, иначе не получится, собственно, исполнение главного философского завета. Так сказать, стремись к тому, чтобы появлялись, появлялось новое знание, новое основание. То есть, мы занимаемся поиском новых оснований. что ж, значит, давайте займемся, собственно, первой философской школой, которая возникла в Малой Азии. И, в принципе, даже это вполне логично и понятно, почему. Вот, то есть, давайте я вам покажу этот регион. Этот регион здесь обозначен как Иония. И вот здесь присутствует такое Двенадцатиградье. Двенадцатиградье не совсем были независимые города, их еще лидийцы подчинили себе, но очень мягко подчинили. То есть, все, что требовалось от ионийцев, это признать главенство лидийского царя и такая небольшая символическая дань. Потом пришли персы в 545 году. И, в общем-то, это, по сути, разрушило вот тот, так сказать, ну, такую экосистему, которая возникла здесь. То есть, вообще-то тут существовала целая экосистема, потому что у этих городов была определенная функция. Это были города-посредники. С одной стороны с западом, с другой стороны с востоком. И, кстати говоря, с югом тоже. Потому что вот здесь на юге у нас находится Египет. То есть, ребятам, наверное, в интернете не совсем понятно, что я там показываю. Но, понятное дело, что я показываю юг относительно Крита. То есть, вот, если вот от Крита пойти немножко на юго-восток, вот, вы там наткнетесь на Дельту Нилы. Вот, вот там, например, существовали тоже греческие колонии, Навкратис, например. И вот это все осуществляло большую, глобальную, так сказать, средиземноморскую торговлю. Мы уже об этом говорили в предыдущей лекции. То есть, греки – это нация торговцев, воителей. Вот. Но в любом случае они посредники между разными культурами. И в особенности такими посредниками, конечно, являются те, кто были вообще в центре мира, по сути, вот тогдашнего, средиземноморского. А это были ионийцы. И неудивительно, что именно там возникли философские школы, потому что у живущих там греков была возможность непосредственно контактировать с сокровищницами культуры, которые были накоплены в восточных царствах. То есть, мы практически в биографии всех вот этих ранних ионийских философов видим предание о путешествии соответствующего философа куда-нибудь в Египет или куда-нибудь в Вавилон. И если мы посмотрим внимательно на их философии, мы увидим отголоски культурных традиций вот этих вот древних восточных царств. То есть, мы увидим, что многое из того, что говорил Фалес или Гераклит, является, по сути, рационализацией мифов, которые активно эксплуатировались в восточных религиях. То есть, непонятно, например, вот Фалес это рационализация египетского мифа или вавилонского. В любом случае, там и там очень большое значение отдавали воде. Понятно, почему. Между речи и ню, то есть, вода, вода порождает все живое. И поэтому воду в восточных этих царствах считали священной. Поэтому неудивительно, что Фалес с его известной фразой, что все есть вода, вода есть как бы некоторое первоначало, но мы сейчас будем об этом говорить. Неудивительно, что это появилось. Если человек контактирует с древними жирическими культурами, которые считают воду священной субстанцией, то неудивительно, что именно Фалес именно воду положил в качестве первоначала. Но об этом чуть позже. Что еще хотел бы сказать. первые школы ставят перед собой по сути два вопроса. Во-первых, трансляция восточной мудрости в греческую культуру, потому что к этому был очень сильный запрос. Это нужно понимать. Мы считаем греков очень такой культурной нацией. И вся наша культура по сути европейская, средиземноморская, она базируется на греческой. Но в тот момент греки были культурным захолустем. Что? Ну да. И соответственно была потребность к тому, чтобы восточную культуру перенести в том числе на греческую почву. Но греки воспринимали восточную культуру очень творчески. Как раз с позиции своего рационализма. С позиции того, что они на все смотрели через призму рацио. Поэтому мы видим рационализацию египетской, рационализацию культур между речи. То есть греки ко всему подходили именно так. Это первый момент, который они решали. И второй момент, который они решали, это интерес к природе, то есть не к обществу как таковому. То есть, конечно, там были этические мотивы и у милецов, и у Гераклита, и у практически у всех ионитцев были этические мотивы. Но все-таки главный вопрос это вопрос первоначала. То есть это очень замечательно и интересно. Разумеется, первоначало, то есть откуда все берется, это очень детский вопрос. И у этой архаичной ранней философии вполне он закономерен. То есть почему у архаичной философии появляется этот детский вопрос? У всех детей появляется такой вопрос. Мы видим, как философия тоже идет по этому пути, по пути взросления обычного человека, которого интересуют в детстве такие вещи откуда все берется. А вот взрослых уже интересует куда все девается. По сути греческая философия прошла тот же самый путь. То есть куда все девается, в особенности благость человеческая и как жить в состоянии неблагости это уже финальные вопросы греческой философии. Очень взрослые вопросы. Вместе со взрослением и постепенным старением греческого общества тот же самый путь прошла и греческая философия. Это школа эпохи детства цивилизации, если угодно, поэтому вполне логично, что они ставят перед собой вопросы, из чего все сделано, как все работает, как понять вообще все эти механизмы. И отличие от, допустим, восточных культур в том, что все-таки это не мифы, потому что обычно на эти вопросы отвечают мифологии, которые копятся в соответствующих религиозных системах, а у греков не так. У них это все было не через призму мифологии, а через призму рационализации. То есть они строили именно философские системы, но философские системы особого рода. То есть их называют натурфилософией. Это некоторый промежуточный этап по пути к нормальной, скажем так, натуральной философии эпохи нового времени. То есть натурфилософия – это такая ступенька к естественной науке. Потому что в основе основ находится некоторая рационализация. Попытка построить все на вот той схеме, которую я вам показал в самом начале нашей лекции. Хорошо, давайте двигаться дальше. Значит, здесь нужно показать, собственно, место, где возникла у нас Милетская школа. То есть вот Милет. Милет. На самом деле все очень компактно. Смотрите, вот Милет. Вот буквально там в 70 километрах от него находится Эфес. Вот здесь вот рядышком, буквально в 40 километров, находится Самос. То есть смотрите, Эфес – это Гераклит, Самос – это Пифагор. То есть все очень и очень близко. То есть видите, прямо это такой вот куст совершенно замечательной философской традиции. Ну давайте о Милете чуть-чуть поговорим. Вот это остатки старого Милета. То есть мы видим вот этот грандиозный театр. Вообще город был достаточно богатый. Торговый богатый город, густо населенный по тем временам. То есть сейчас сложно, так сказать, судить. Ну кто-то говорит 200 тысяч, но это маловероятно. 200 тысяч – это перебор. Вот я думаю, что в Милете, скорее всего, жило там, в лучшем случае, это там 1060 жителей, что сравнимо со всем населением тогдашней Атики. Вот. То есть очень крупный город. Естественно, в таком крупном городе у нас начинаются конфликты интересов. Вот. И город буквально бурлит, так сказать, от битв олигархов и демократов. Ну в целом, особенно под влиянием, так сказать, внешних завоевателей, то есть сначала лидийцев и потом персов, вот в Милете устанавливается тираническое правление. То есть тиран пытается балансировать, так сказать, между демократической и олигархической партией. То есть в городе самоуправление. Вот. Но все-таки как бы есть некоторая, так сказать, фигура, ну, так сказать, человека, который пытается за все отвечать. Так, у меня сейчас минимизировалась, как бы, самая здесь видеоконференция. Поэтому было бы хорошо вновь ее увидеть. А, спасибо. Вот почему я вам показываю эту картинку. То есть вот это греческий театр. Вот видите, вот здесь вот такие какие-то невзрачные столбики, фундамент. Вот. То есть давайте я включу, наверное, лазерную каску, чтобы было видно всем. Да. Что у нас, разрез связи? Так, я вижу, что у вас выключат звук, вообще выключен. Включите его просто. Дисконнект на пару секунд, я выключил звук. Так. Хорошо. Ребята, меня слышно? Да. Теперь слышно. Хорошо. Да, ну, собственно, мы практически ничего особо не потеряли, потому что я-то включал лазерную каску. В тот момент, когда случился дисконнект. Вот, собственно, вот на тех невзрачных столбиках, которые были на этом театре, стояло вот такое вот замечательное сооружение, которое теперь, как видите, покоится в музеях. Вообще, многие вот эти вот развальные, они претерпели как бы именно такую трансформацию. То есть, скажем так, вот эти вот замечательные руины были разобраны по камешку и перевезены в соответствующие европейские музеи. Там британские музеи, в Берлин, там, ну, в общем, я не удивлен, почему сейчас египтяне или там турки вот так жестко пытаются сберечь как бы остатки своего культурного наследия. Вот. Ну, как бы то ни было, как видите, сооружение весьма и весьма значительное. Значит, вот, собственно, такой архетипичный образ, так сказать, Фалеса. Вот. И, значит, у Фалеса тоже был свой набор гномов. Я один из этих гномов вам уже, собственно, в первоначальном списке высветил. Вот. Но гномы – это как раз вот эта старая традиция. То есть, Фалес здесь у нас представляется таким греческим мудрецом. Давайте я целиком все выведу. Вот. Так, далеко. Значит, то есть, видите, большинство этих гномов, ну, вот, то есть, самый интересный гном, по сути, как бы я вывел в самом начале. Да, то есть, что на свете труднее всего? Познать самому себя. Ну, а все остальное, такие вот мудрые изречения, такие, ну, я бы сказал, что достаточно еще такие полунаивные. То есть, ну, с одной стороны, вроде, да, действительно, как бы все по делу. Ну, с учетом, конечно, культуры, так сказать, того общества. То есть, древнее всего сущего бог, ибо он не рожден. Прекраснее. Кстати говоря, древнее всего сущего бог. Вот на этом бы остановилась восточная религия. А вот здесь вот идет обоснование, ибо он не рожден. Вот здесь уже заметно, на самом деле, отличие греков от их соседей, допустим, вавилонян. Прекраснее всего мир. Точка. Вавилоняй бы здесь поставили именно ее. Вот. А здесь обоснование, ибо он творение бога. Ну, и так далее. То есть, слишком, как бы, вникать в это дело не стоит. Вообще, должен сказать, что от Фалеса, то есть, вроде как, известно. Ну, как, известно несколько, ну, скажем так, некоторые источники говорят, что у него были поэмы. То есть, сочинения, другими словами. Да, и в те времена, кстати говоря, вот философы сочиняли именно поэмы. Причем, понятно, почему. Потому что превращение, так сказать, некоторого текста, который нельзя исказить, перевод его в стихотворную форму, он вполне закономерен. То есть, стихотворение обладает определенным ритмом. И если вы, скажем так, выбрасываете какое-то слово, ритм нарушается. Если вы меняете слово на какое-то другое, то тоже, скорее всего, ритм... То есть, стихотворение, то есть, и стихотворная форма таких вот философских произведений, это просто способ запомнить его дословно. То есть, это просто мнемоническое правило. То есть, очевидно, что вот древние философы, они свои поэмы, то есть, они предназначались для запоминания, а не для записывания. К сожалению, мало что от них осталось. То есть, первая поэма, которая более-менее сохранилась, и то она сохранилась примерно на две трети, это поэма «Парменида», о которой мы будем говорить на следующем занятии. Ну, а «Парменида», соответственно, это уже следующий век. То есть, по сути, все, что у нас делали ранние философы, оно известно нам только по комментариям их, скажем так, философских противников в основном. То есть, вот большая часть того, что я вам буду сейчас рассказывать, это комментарии Аристотеля, Платона. То есть, Платон и Аристотель, особенно Аристотель, они уже вполне в соответствии с современными вполне традициями, делали обзоры на ту или иную проблему того, что сказали предшественники. То есть, был такой обзор литературы условный. То есть, это было уже. Ну, соответственно, вот из этого обзора литературы мы и узнаем о деяниях, собственно, вот этих ранних философов. По сути, это все. Ну, любопытно то, что даже через призму, скажем так, вот этих вот комментариев, комментариев со стороны философского противника, по сути, комментария со стороны врага, мы видим, насколько вот эти вот ранние философы были оригинальны, изобретательны и, в общем-то, безусловно, велики они были. Особенно люди вроде Гераклита или Парменида, да и Пифагора тоже. Это потрясающая совершенно величина. К сожалению, от них вот настоящих полноценных сочинений не осталось. Поэтому судить о том, что конкретно они там говорили, довольно сложно. Но, тем не менее, важно то, что Парменид, собственно, вот всех ионидцев ранних и фалесов в том числе, интересовал вопрос первоначала. Ну, всем известно утверждение, собственно, фалеса о том, что все есть вода. Все есть вода. И звучит оно довольно странно. То есть даже сложно как бы вот относиться, скажем так, всерьез к философии, которая начинается с такой вот довольно нелепой фразы. Ну, тем не менее, да, что мы видим в этой фразе? Во-первых, поиск первоначала. Это уже не совсем, скажем так, стандартно для тогдашней культуры. Во-вторых, мы видим, что после утверждения «все есть вода» далее следует как бы некоторый именно рационалистический дискурс. И вообще, в целом, вот я уже говорил, что по всей видимости «все есть вода» это просто перевод в рациональную форму верований вавилонян или египтян, которые считали воду таким священным веществом, дающим жизнь, от которого все зависит, там, и так далее. Поэтому, почему Фалес наградил воду, собственно, званием первого вещества, в принципе, культурно понятно. Потому что культурно все-таки Фалес, он относился к той еще традиции. И доподлинно известно, что Фалес, скорее всего, путешествовал, как минимум, в Египет. Но, возможно, что еще и в Вавилон. Почему мы так говорим? Потому что есть интересные довольно подробности в его легендарном прошлом. То есть есть мифы, связанные с Фалесом, которые сложно сочинить, скажем так. Ясное дело, что там они декорированы, то есть народная культура превратила их действительно, что называется, в легенды. Но, тем не менее, основа этих легенд, по всей видимости, существовала как реальное путешествие в Египет или в Вавилонию. Вообще греки ценились. То есть их живой ум, их детская непосредственность и эмоциональность, взрывной греческий характер ранних греков, он делал их интересными для этих древних созерцательных, пожалуй, таких религиозных культур. То есть они были хорошими воинами. Они были неплохими инженерами, кстати говоря. Они могли сделать нечто неожиданное, что их удивляло. То есть греки удивляли египтян. И вот я сейчас об этом тоже расскажу. Но, с другой стороны, греки были очень восприимчивыми. То есть есть легенда о том, что Фолес предсказал затмение 585 года. Это солнечное затмение. В греческой культуре не было возможности предсказать подобного рода астрономические явления. Предсказывать затмение могли вавилонские жрецы. Возможно, египетские. Хотя вряд ли. Потому что именно вавилоняне у нас отличаются скрупулезности в изучении движения небесных светил. Мы уже об этом говорили. И они знали про 14-годовой цикл, когда есть вероятность, что случится солнечное затмение. Более того, предсказать, случится ли конкретно сегодня солнечное затмение, они могли по сопоставлению траекторий движения Солнца и Луны. То есть если они находятся на сходящихся курсах, ну и видно, что примерно идут навстречу друг другу, что скоро будет затмение. То есть они вполне могли сказать, что возможно частично или даже полное затмение. То есть они знали, когда ждать такого затмения. И знали методику предсказания за несколько часов до начала затмения, будет ли оно или нет. То есть вот это вот вавилоняне знали. Вот эти халдейские жрецы, вот они это знали. Поэтому, а вот греки этого знать не могли. Поэтому, безусловно, Фалес этому научился в них. Других вариантов нет. Значит, Фалесу даже приписываются всевозможные геометрические теоремы. Вокруг каждой из них существует, так сказать, целая, скажем так, целая легендарная история. Вот таких легендарных историй довольно... Вообще вокруг Фалеса много всяких легенд. О некоторых из них, пожалуй, наверное, будет даже забавно рассказать. Вроде легенда о маслобойнях, так сказать, и философах. Потому что философы при желании могут быть не просто бессеребриками, но и денег заработать. Но я считаю, что с реальным Фалесом это произойти не могло. Ну, там, якобы Фалес, для того, чтобы доказать жителям Милета, что он, так сказать, при желании может, так сказать, здорово барыжить, да. Он там предсказал по каким-то своим астрономическим наблюдениям, что в следующем году грозится большой урожай оливок. Заранее зафрактовал маслобойни, и, собственно, когда дело дошло до этого урожая, он маслобойни, так сказать, за, скажем так, большую цену, скажем так, передавал в пользование. Ну, так себе как бы самый бизнес-план, честно говоря. То есть я думаю, как бы в реального Фалеса при попытке провернуть подобное... Ну, в общем-то, ему бы не поздоровилось. Но как бы это ни было, это скорее, знаете, ну, это легенда, безусловно. То есть не нужно как бы относиться к ней серьезно. А к другим легенда, пожалуй, серьезно вполне может отнестись. Вот давайте поговорим как бы вот об этой легенде, которая имеет геодезическое начало. Вообще, Фалес, ранний геометр, причем ему легендарная традиция приписывает применение доказательств. Мы знаем, что это не так. То есть доказательством занимались еще вавилоняне. Вот. Тем не менее, вот отличие между вавилонянами и Фалесом все-таки есть. Потому что Фалес начинает доказывать вещи очевидные. Я уже об этом вам говорил. То есть я привел вам парочку теорем Фалеса. Их довольно много, их там порядка дюжины. И я как раз начал именно с таких простых теорем. О том, что диаметр делит окружность на две равные части. Но никому из вавилонян такое бы не пришло в голову доказывать. Это ни к чему было. Им доказательства нужны были только для того, чтобы установить истинность сложных утверждений. Вроде теоремы Пифагора. Вот доказательства теоремы Пифагора у них было. Поэтому доказывать они умели. Но Фалес мог доказывать одно и то же утверждение многими разными способами. Вот это для вавилонян уже было странно. Ведь достаточно доказать один раз. Вопрос, зачем Фалесу доказывать одно и то же утверждение многими способами? И зачем доказывать очевидное? Вот это уже для вавилонян вещи непонятные. Но тем не менее, вот на этом пути мы видим вот такую легенду. Фалес в гостях у египтян. Соответственно, ему, чтобы проверить его мудрость, потому что легендарную мудрость Фалеса уже была известна египтянам, предлагает такую задачку. Дорогой Фалес, вот стоит пирамида. Найди ее в высоту. Вообще, у египтян эта задача решалась достаточно просто, потому что они знали пропорции пирамид. Поэтому, если знать пропорцию пирамиды, то по величине ее основания можно достаточно точно определить ее высоту. Но Фалес сделал иначе. То есть, он взял такой вот шест, такую палку, и, собственно, замерил тень от этой палки в определенный момент. Соответственно, замерил в этот же самый момент тень от пирамиды. Потом солнце переместилось. Тень от пирамиды и от палки тоже переместилась. Ну и, соответственно, появилась возможность нарисовать чертеж. Вот, где, ну, вы, я думаю, понимаете, отрезки были подобными. Вот, соответственно, зная высоту шеста и зная, собственно, как бы вот величину перемещения этой тени, вот и зная, как бы вот это правило подобия, можно было вполне определить вот эту самую высоту пирамиды. Потому что вот высота шеста и высота пирамиды – это тоже подобные отрезки. Просто по правилам подобия, вот сказать, отрезков в треугольниках, да. То есть это у нас подобные треугольники, причем треугольники меняющиеся постоянно. То есть поскольку солнце меняется, то и тень тоже будет уходить, это будет другой треугольник, но они будут оставаться подобными. Но у них как бы остается один неизменный параметр – это высота. То есть высота шеста, высота пирамиды. Вот на, так сказать, этом несложном геометрическом расчете Фолес, так сказать, произвел расчет. Вот и, собственно, очень точно как бы сообщил высоту пирамиды жрецам. И удивил жрецов, потому что они-то ему не сообщали о том, какие пропорции у пирамиды. Определить эти пропорции на глаз было довольно сложно. Ну и вообще мы видим, что вот начиная с таких элементарных вещей, Фолес поднимается к более сложным теоремам. Вот эта теорема, по всей видимости, ну, так сказать, история переписывает теорему о том, что у нас треугольник, опирающийся на диаметр, будет всегда прямоугольным, да? То есть, ну, при условии, что вершина будет скользить по окружности вот этого самого диаметра. То есть, как вот здесь вот на этом рисунке показано. То есть, это уже непростая теорема. И эту теорему нельзя было просто взять и доказать теорему Пифагора. На теорему Пифагора натыкаешься сразу, потому что, по сути, это теорема, выражающая метрику нашего пространства. Вот. Ну, действительно, как бы требуется установление истинности этой теоремы. Потому что сама по себе теорема непроста. А вот на это просто так не наткнешься. То есть, чтобы вот эту теорему доказать и вообще открыть, требуется уже некоторое любопытство. Требуется уже, так сказать, некоторая тяга к теории числа. И таким образом мы видим, что начинает работать вот та схема, которую я изобразил в самом начале нашей лекции. Когда мы исходим из некой аксиоматики, а потом начинаем двигаться к более сложным утверждениям. И что любопытно. Вот многое становится понятным. Первоначальная аксиоматика должна быть максимально компактной. То есть нельзя для каждой отдельного математического утверждения, нельзя его наделять статусом аксиома. Поэтому если утверждение, что отрезок делит, точнее диаметр делит окружность на две равные части, если это можно доказать, исходя из малого количества исходных аксиом, то значит нужно так и поступать. То есть таким образом и складывается аксиоматический метод в математике. А что касается большого количества альтернативных доказательств одних и тех же теорем, то смотрите, какая любопытная штука. Вот что, например, по поводу доказательств говорит Аристотель. У него есть конкретная фраза. Доказательство выявляет суть дела. Что имеется в виду конкретно для нас? Мы знаем математические доказательства как источник для методов решения задачи. То есть у доказательств есть вполне определенная функция. То есть каждое доказательство может стать источником для метода решения задачи. Поэтому чем доказательств больше, тем больше методов мы будем знать. Тем больше, вообще говоря, у нас будет пищи для ума. Поэтому больше доказательств красивых и разных. Это на самом деле очень полезно для математики. Иметь разные способы доказательств теорем. Потому что это расширяет нашу методологию. То есть если доказательства по Аристотелю это нечто, что выявляет суть дела, то получается, что много разных доказательств будет выявлять разные грани этой самой сути. То есть вот он, простой ответ на вопрос, почему грекам нужно было доказывать очевидное, и почему греки доказывали его разными способами. Ну не только очевидное, разумеется. Потому что это был путь вот к таким вот сложным вещам. Было у Фалеса еще несколько теорем, которые тоже сложные. Теоремы о том, что вот у нас, допустим, параллельные отрезки отсекают пропорциональные, у двух, допустим, скрещивающихся прямых пропорциональные отрезки, это сложная теорема. Теорема о подобии треугольников, это сложные теоремы. То есть мы начинаем с простых вещей, но достигаем при этом больших результатов, которые возможны только после того, как мы поверили и полюбили теорию числа. Любовь к теории, вот это вот важно. Давайте о следующем философе поговорим. Они начали формироваться. То есть этот процесс, к сожалению, скрыт от нас пеленой истории, но уже у пифагорейцев аксиомы определенно были. То есть я думаю, что первые книги Евклида, ну, по крайней мере, начиная с третьей книги Евклида, Евклидовских начал, это вот чистая пифагорейская теория. Это очень ранняя теория, потому что пифагор – это очень ранний философ. Да, да. Но, заметьте, Евклид, он создаёт уже энциклопедию. Ну, хотя должен сказать, что это скорее компендиум, а не энциклопедия, потому что там не всё. То есть, ну, в принципе, там почти всё. То есть поэтому можно с некоторой натяжкой сказать, что Евклид создает геометрическую энциклопедию. То есть, разумеется, у него не было столько мозгов, чтобы взять и всё это придумать. Всё это из более ранних достижений складывается постепенно. То есть вот 300 лет эволюции, да, это вот… На самом деле, большая часть этой эволюции была совершена вот в первые 100 лет буквально. Потом, ну, разумеется, развитие тоже продолжилось, но уже не с такой скоростью. То есть, по крайней мере, у Фалеса мы уже видим сложность, и это хорошо. То есть не только простоту, но ещё и сложность. Анаксимандр. Значит, смотрите, у Анаксимандра самое главное достижение, на которое почему-то не очень обращают внимание, так сказать, вот историки философии. То есть они его говорят, говорят мимоходом, а для меня это ключевой момент. Дело в том, что, ну, тут понятно, почему они это делают, потому что для них логика событий не была несколько иная. То есть обычно историки философии говорят так, что греки были таким созерцательным народом, вот они наблюдали природу, они увидели в природе закономерности, вот увидели, что природа рациональная, и в ней есть закон, и поэтому они перенесли эту модель на общество. Это очень нелепо звучит, на самом деле, наивно. Потому что, вот почему я потратил так много лекций, чтобы вы увидели нелепость этого утверждения? Ясное дело, что было ровно наоборот, что сначала появилась общественная структура, которая породила рациональное греческое общество, а вот уже потом греки перенесли эту рациональность на природу. И вот это сделал Анаксимандр. К счастью, вот это вот заметно. То есть что он самого важного, пожалуй, сделал? Он сказал, да, общество у нас устроено рационально, общество устроено согласно некому закону, то есть есть закон-принцип, и общество на нем базируется. Но точно так же устроена и природа. И мы можем этот закон найти. Природа познаваема. Закон этот вложил в природу Бог-создатель. Бог-демиург, управитель всего. Потому что в природе мы видим логос, он явно различим. Мы видим, что природа – это не случайное нагромождение вещей, что все упорядочно, все подчинено некоторым, законом существует в природе гармония. И эта гармония обязана базироваться на законе-принципе. Он уже, видите, он уже не может мыслить иначе. У него уже в голове сидит закон-принцип, который управляет греческим обществом. И тот же самый закон-принцип он ставит во главу угла в природе. Вот с этого начинается настоящая натур-философия. Я не уверен, что у Фалеса натур-философия была, но у его ученика она была безусловно. Фалес на самом деле удивительный человек. То есть его бы я поставил на одну доску с... Точнее, нельзя. Аноксимандр – удивительный человек, его бы я поставил на одну доску с Фалесом. То есть Фалеса считает основателем школы, но Аноксимандр сделал это. Он сказал, что в природе есть закон. Мы это видим по его проявлению. В природе разлита гармония, и за этой гармонией обязан стоять некоторый разум. Разум – законодатель. Ну а для него уже существовал только единственный тип законодательства. Это законодательство через первопринципы. И вот на этом пути много интересных открытий. Смотрите, первый же формулируемый им закон серьезный – это закон сохранения... Пожалуйста. Законы сохранения появляются с собой уже Аноксимандр. Вообще, многое из того, что сейчас считается золотым фондом науки, было создано тогда. То есть атомизм – это чисто рациональное исследование. То есть это результат рационального исследования. Закон сохранения материи – это тоже результат рационального исследования. Ничто из ничего не берется. Есть такая краткая фраза. Ну а у Аноксимандра это выглядит именно так. В пересказе Аристотеля, разумеется, из тех же вещей, из которых рождаются все сущие вещи, в эти же самые вещи они и разрушаются, согласно предназначению. Ну, то есть в переводе на современный язык, есть некоторая стабильная часть этого мира, которая не может ни разрушиться, ни появиться. Но согласно некоторым правилам, предназначению, все сущие мира из этих вещей сложено и взаимопревращается. Ну а из чего же, собственно, состоит вот эти самые исходные эти вещи? Что является первым материи? Вот у Аноксимандры это не вода, это опиерон. Это удивительная штука. Честно говоря, вот об опиероне продолжаются споры, эти споры, наверное, будут вечными. Но есть две, так сказать, достаточно, скажем так, популярные интерпретации этого опиерона. То есть опиерон в переводе с греческого означает беспредельное. То есть безграничное, беспредельное. То есть это вне качественная материя. Это одна из интерпретаций. Да, да. Изначально был опиерон, он мог стать основой для восстановления вещей, а вещи могли изменяться согласно законам, но они в любом случае состоят из изначального этого опиерона. То есть опиерон, от него нельзя избавиться, но это одна из интерпретаций. То есть здесь опиерон похож на понятие, на философское, такое метафизическое понятие материи. То есть возможно перед нами открытие первого метафизического начала вообще. То есть возможно, что вот Аноксимандр у нас первый метафизик, если угодно. То есть, ну, потому что, конечно же, материя – это метафизическое понятие, оно связано как бы с тем, что… Что такое материя? Это то, что мы можем воспринимать как нечто как бы пространственное. Это то, что мы можем воспринимать как нечто отличающееся от другого. То есть, и вот возможно, что опиерон безграничное. То есть здесь как бы главный пункт – это граница. То, что позволяет отделить одно от другого. Опиерон, то есть, грубо говоря, это граница контрастности. Вот здесь ничего, здесь что-то есть. Мы способны это отличить. Вот это и есть некоторая первая идея к тому, чтобы сформировать философское понятие материи. То есть, ну, а дальше он говорит, что вот из опиерона у нас в конечном счете получается и вода, и земля, и воздух, и огонь, и все такое. Все времена был достаточно, скажем так, узкий набор элементов. И так будет продолжаться до, по сути, нового времени. То есть, вы знаете эти пять элементов, подозреваю, да? Они сформировались еще в довольно древней античности. То есть, вот земные элементы, с которыми мы имеем дело. То есть, воздух, вода, огонь и земля. И небесный элемент эфир. Пять элементов. То есть, об этом уже, собственно, говорят даже ионийцы. И они спорят между собой, что является первоначалом. Анаксимандра говорит, что ничто из этих элементов первоначалом не является. Но в основании каждого из них находится, собственно, вот этот самый Аперон. Анаксимандра считает открытием геосентрической космогонии. То есть, земля находится в центре мира, и вокруг нее вращаются, и дальше непонятно, что вращается. Кто-то говорит цилиндры, и сама по себе земля цилиндр. Кто-то говорит сферы. То есть, вот здесь совершенно непонятно. Но понятно даже, что земля в центре. Но цилиндроподобная земля звучит довольно странно. Куда более логично, звучит вот что. То есть, вот я пытаюсь, скажем так, вытащить из того небольшого объема информации, который у нас остался, от Анаксимандра. Что же он имел в виду? Дело в том, что Анаксимандр известен как человек, который создал первую карту. Я думаю, что на самом деле это, конечно, не так. То есть, видимо, это тоже восточное влияние. Но как бы то ни было, в картах есть разные развертки. И есть цилиндрическая. И она самая простая. Поэтому, по всей видимости, он создал карту. То есть, карту в цилиндрической развертке. То есть, я думаю, что он не думал, то есть, да, у него космогония была геоцентрической, но, вероятно, Земля все-таки в его представлениях не была цилиндром. Чем она была? Вопрос. Вероятно, шаром. Потому что практически все эти греческие философы утверждают про шарообразность Земли. Я думаю, что Анаксимандр хорошо знал, что наш шар, просто по той причине, что он был инженером, который строил гамоны. Что такое гамон? Значит, это вот такое вот устройство, солнечные часы. Гамоны. Там было видно, что гамоны. 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 Гамоны все. Гамоны. Вот. То есть, смотрите, вот это вот такие вот часы. Вот. И тут важно, что для разных широт гамонов должен быть спроектирован особым образом. Потому что в разных широтах, так сказать, вот эта вот тень идет по разным траекториям. Понимаете, да? То есть, на, так сказать, экваторе тень будет одного вида, вот, на более высоких широтах другого вида. Более того, в разные времена года эта тень тоже будет отличаться. И Анаксимандр, вот, кстати говоря, пожалуйста, вот греческая рация, да? Он поставил вопрос. А вот какую конкретно форму имеет эта самая тень? И это было первое движение к тому, что мы называем коническими сечениями. Потому что, ну, опять же, его трактатов не сохранилось. Вот. Но тем не менее, вот, Аристотель, который уже знал, разумеется, про конические сечения, он говорил, что вот начало конических сечений берется, как бы, вот, из этой работы Анаксимандр, то есть, вот, он занимался гномонами, вот, соответственно, как бы, вот, он задался вопросами, как бы, вообще говоря, какую форму имеет вот кончик тени, то есть, ну, в смысле, как бы, по какой траектории идет вот этот кончик тени. Вот. То есть, вот, заметьте, картография, геодезия, так сказать, и вот такие вот астрономические приборы, это вот уже явная, явный ход к тому, чтобы уже, в принципе, говорить, как бы, о том, что эти люди начинают, как бы, интересоваться, вообще, чем представляется мир на самых разных уровнях. То есть, смотрите, у него, так сказать, все есть. У него есть уровень первоначала, опиерон, у него есть уровень законов, то есть, он начинает, как бы, вот, собственно, их уже формулировать, по сути, то есть, закон сохранения вещества им сформулирован. И у него есть уровень буквально, собственно, вот, такой геодезический, географический. То есть, мы видим уже цельную натурфилософию на разных уровнях. Но, опять же, это вот интерпретации, попытка восстановить вот из вот этих вот жалких остатков, что мы знаем об Амаксим Андре, его, так сказать, реальная, скажем так, его реальную, изначальную вот эту натурфилософию. Значит, есть еще третий представитель, который у меня здесь на слайдах не выведен, Анаксимен. Вот, но я считаю, что Анаксимен, это уже, как бы, некоторое увядание этой школы. Вот, он опять возвращается к первовеществу такого более упрощенного типа. Вот, то есть, первовещество есть воздух. Вот, и, по сути, в общем-то, об Анаксимене, так сказать, ну, то есть, это продолжатель, так сказать, традиций вот, Милецкой школы. Но уже таких серьезных оригинальных вещей нет. То есть, о нем, как бы, сказать что-то определенное нельзя. Вот, куда более интересен человек из Эфеса, который находится неподалеку, собственно, от Милета, и человек из Самоса, который тоже находится неподалеку от Милета. Вот, я имею в виду Гераклита, вот, я имею в виду Пифагора. Вот, ну, вот, здесь показано, собственно, где находится Гераклит, точнее, где находится Эфес. Вот, то есть, как видите, совершенно рядышком с Милетом. Вот Милет, а вот Эфес. Вот, а вот Самос. То есть, вот мы сейчас говорим, как бы, вот об этой области. Честно говоря, у меня была сегодня идея закончить, собственно, как бы о всех трех, вот, но как-то мы с тобой шустро движемся. Вот, в любом случае, ребят, с Гераклита-то и начнем, и вы увидите массу интересного, потому что вот на этом этапе начинает появляться настоящая метафизика. Поэтому следующая наша лекция будет именно посвящена вопросам вот этой ранней греческой метафизики. Вот греческая философия, она только-только вылупилась и уже полезла в метафизику. И эта метафизика уже очень оригинальна и уже, ну, честно говоря, очень восхищает, потому что уже наивной ее назвать нельзя. То есть Гераклит – это уже здорово. Пифагор – это здорово в квадрате. Что ж, ребят, об этом мы будем говорить через неделю. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!